Добрый вечер, уважаемые коллеги. Меня зовут Александр Горячев, компания Freshforex. Сегодня мы с вами проводим вебинар «Успей первым заработать на акциях Facebook». Перед началом вебинара необходимо проверить качество связи. Если меня слышно и видно, поставьте, пожалуйста, плюсы в чат. Коротко расскажу о формате нашего вебинара. Вначале мы поговорим немного об истории компании «Фейсбук», когда она появилась, кем была создана. Затем посмотрим, какому сектору она принадлежит. Посмотрим, как этот сектор торгуется сейчас в Америке. И затем уже посмотрим на финансовые показатели компании, сравним ее с конкурентами. Проанализируем отчет, который был опубликован накануне. Вышли данные за первый квартал 2016 года. И также составим прогноз, как можно нам с вами будет заработать на акциях компании «Фейсбук» в краткосрочной перспективе. Благодарю всех за обратную связь. Начинаем наш вебинар. Также у кого какие вопросы возникают, пишите их в чат. Сейчас не будем разворачивать экран. Уже, скажем так, чат будет доступен. И, соответственно, через некоторое время сделаем паузу. И на все вопросы я с удовольствием отвечу. Поэтому, если кому что-то непонятно, пишите в чат. Единственная просьба – задавайте вопросы по теме нашего вебинара. Сегодня мы говорим о компании «Фейсбук». Поэтому, соответственно, вопросы по паре евро-доллар, что у нас будет, они не совсем по теме. Все-таки приветствуются именно вопросы, которые непосредственно к компании «Фейсбук» относятся. Поэтому все, что по «Фейсбуку», можете меня спрашивать. И я с удовольствием на это отвечу. Начинаем наш вебинар. И вначале обратимся к истории. Компания «Фейсбук» достаточно молодая. Она была основана не так давно, 12 лет назад, в 2004 году. И сейчас эта компания – одна из крупнейших в мире социальных сетей. И была она основана Марком Сукербергом и его товарищами, когда они учились в Гарвардском университете. Изначально сайт носил название «Зе Фейсбук» и был доступен только студентам данного университета. И вот уже спустя два года, в сентябре 2006 года, этот сайт уже стал доступен для всех желающих во всем мире. И 18 мая 2012 года произошло знаковое событие для компании «Фейсбук». «Зе Фейсбук» данная компания провела IPO на бирже Nasdaq в Америке. Цена размещения акции была 38 долларов. Сейчас, допустим, акция стоит почти 120 долларов. То есть вы можете это увидеть, что практически за 4 года, вот 18 мая у нас как раз будет 4 года с момента проведения IPO, и котировки выросли практически в 3 раза. И в этой связи компания вся была оценена в 104 миллиард долларов. Это было крупнейшее IPO за последние 6 лет, которое проводилось среди компаний IT-сектора. И в рамках данного IPO было продано чуть более 120 миллионов акций. Владельцы основные – это Марк Цукерберг, Дастин Московец. Вот два друга, которые учились в Гарварде. Они сразу же стали миллиардерами, много заработали денег на этом размещении. И до сих пор они также входят в число основных акционеров. У Цукерберга 28,2% всех акций «Фейсбук». И у Дастина Московеца 7,6% всех акций «Фейсбук». Также в числе крупных акционеров значится один из инвестиционных фондов «Эйсил Партнерс», у которого чуть более 11% всех акций. Данная компания «Фейсбук» относится у нас к технологичному сектору. Котельс она на американских биржах и входит в состав индекса «Наздак». И также она относится к отрасли социальной сети. То есть у нас есть сектор – это IT-сектор. Туда включаются многие компании, которые связаны с интернетом. И данный сектор подразделяется на отрасли, соответственно, или на группы, можно так это еще назвать. И вот компания «Фейсбук» входит уже в группу социальных сетей, где основными конкурентами у «Фейсбука» являются такие компании, как «Твиттер» – тоже социальная сеть, «Линкеден» – тоже сеть социальная, «Матчгрупп» и «CINA» – тоже социальная сеть. То есть вот крупнейшие социальные сети, акции которых торгуются на американских биржах. И необходимо отметить, что данный сектор чувствует себя достаточно неплохо. Он за последний месяц прибавил 6,5%. И это все на фоне падения индекса S&P 500 на 0,34%. То есть в целом индекс широкого рынка, который охватывает 500 крупнейших корпораций американских, его еще называют ведущий фондовый индикатор на планете, он за последний месяц просел почти на 0,5%. При этом вот и отрасль социальных сетей, она 6,5% прибавила. То есть уже получается здесь что-то есть такое интересное, раз трейдеры, инвесторы покупают данные акции. Теперь уже поговорим непосредственно по финансовым показателям компании Facebook. Здесь есть очень интересные моменты, которые необходимо осветить. Обязательно об этом необходимо поговорить. То есть за счет чего, допустим, Facebook растет. Возможно, просто это такой дутый рост, пузырь своего рода, так называемый. И скоро все это лопнет. А возможно, нет, это все прикреплено какими-то сильными данными. И вот сейчас мы об этом более подробно поговорим. И начнем мы с двух важных показателей. Это и выручка, и чистая прибыль. И вот здесь у нас представлены данные за последние 4 года. То есть в годовом разделе. Данные, которые были опубликованы накануне, за первый квартал 2016 года, мы также обязательно рассмотрим. Но рассмотрим чуть позже. Сейчас поговорим именно вот такую более что ли среднесрочную перспективу. Возьмем среднесрочный тренд и данные за последние 4 года, с 2017 по 2015. И здесь мы видим, что оба индикатора у нас показывают рост. Это и выручка, и чистая прибыль. И если мы посмотрим, допустим, на компоненты выручки, то средний годовой темп роста за этот период, с 2015, составил 52,1%. То есть в среднем более чем на 50% выручка ежегодно растет. Соответственно, это все позитивно. И прибыль также у нас растет. Причем необходимо отметить, что если, допустим, в 2012 году компания Facebook при выручке чуть более 5 миллиардов долларов смогла получить чистую прибыль всего лишь 53 миллиона долларов, такая вот небольшая величина, получается чуть более 1% от выручки, то вот уже по итогам 2015 года здесь выручка составила чуть более почти 18 миллиардов, 17,9 миллиарда долларов. И уже чистая прибыль 3,68 миллиардов долларов. То есть вот за этот период, с 2015 год, чистая прибыль компании Facebook выросла в 69 раз. То есть это не то, что много, это очень много абсолютно любой компании, для любого сектора, в том числе даже для IT сектора, потому что у многих компаний из технологичного сектора и у многих компаний, которые входят в отрасль социальной сети, у них вообще прибыли нет. Либо она у них есть, но периодическая, допустим, один год они могут с большим убытком завершить, другой год с небольшой прибылью, именно вот такой символической прибылью. То у компании Facebook, как мы видим, прибыль есть, акции были размещены в 2012 году, и у нас есть все данные за этот период, и мы видим, что всегда была чистая прибыль. Это крайне позитивно, всегда это хорошо воспринимается рынком. И здесь не просто прибыль у нас была, но и прибыль растет. Причем темп роста среднегодовой, он составляет 311%. То есть, если по выручке среднегодовой темп 52%, то по чистой прибыли еще больше, уже 311%. То есть, практически, грубо говоря, в среднем каждый год прибыль увеличивается на 311%. Согласитесь, это немало. И, соответственно, всегда рынок это любит, и нет ничего удивительного в том, что когда, допустим, в мае 2012 года цена на IPO была 38, то сейчас уже 119, почти вот 120 значений. То есть, акции компании выросли за вот эти практически 4 года с момента IPO, и они выросли на пустом месте. Здесь очень хорошие финансовые показатели. Посмотрим на еще один из важнейших показателей. Это рентабельность собственного капитала и также доходности двухлеток американских, двухлеток не гособлигаций. Это своего рода у нас барометр для инвесторов, для всех, что крупных, что маленьких инвесторов. Потому что, если, допустим, инвесторы приходят на фондовый рынок, то фондовый рынок у нас состоит из двух частей. Это долевой рынок, это рынок акций, и также долговой рынок, это рынок облигаций. И, соответственно, здесь получается, либо, допустим, можно заработать на облигациях, либо можно заработать на акциях. Соответственно, если у нас доходности очень высокие на рынке облигаций, то туда обычно в большей степени капиталы идут. То есть, капиталы, конечно, есть и в акциях в том числе, но в большей степени они перетекают именно в рынок облигаций. Либо наоборот, если у нас хорошие показатели компании демонстрируют сильные финансовые показатели, то уже и при низких ставках на долговом рынке, то наоборот капиталы с долгового рынка уходят на рынок облигаций. Вот постоянно капиталы так перетекают из одного класса активов в другой класс активов, соответственно, куда эти потоки идут, туда и у нас там и сильные изменения котировок и наблюдаются. И, соответственно, здесь нам необходимо понять, куда же у нас движутся потоки, либо они, допустим, могут прийти в компанию, в данном случае в Facebook, либо они сюда прийти не могут. И здесь как раз нам и поможет сравнение, сравнение показателей рентабельности акционерного капитала или собственного капитала, это все одно и то же, по-разному называется немножко, РОИ, так называемый показатель в народе, так его называют РОИ. И также доходность двухлеток американских казначейских. Почему двухлетки? Можно смотреть, допустим, и десятилетки, можно смотреть и двухлетки. Почему двухлетки? Потому что двухлетки у нас коррелируют с процентными ставками центрального банка, в данном случае это у нас центральный банк в Америке ФРС США. Вот накануне было заседание, как раз, ФРС США поздно вечером. И здесь получается доходность на рынке облигаций, она в большей степени привязана именно к процентам ставок центрального банка. То есть, какую у нас политику проводит центральный банк, там у нас и такая тенденция наблюдается на рынке облигаций. Поэтому можно использовать двухлетки и десятилетки. В среднем между ними разница небольшая, допустим, по Америке, там 1% составляет двухлетки на 1% меньше, чем десятилетки по доходности. Но обычно в целом используют в большей степени именно двухлетки, поскольку они тесно коррелируют со ставкой центробанка. И вот в этой связи получается необходимо посмотреть. Если, допустим, у нас двухлетки выше, чем ROI у данной компании, то значит данная компания нам неинтересна, потому что зачем, допустим, нам как инвесторам входить в данную акцию, то есть мы становимся акционерами, если мы там получаем доход меньше, чем на рынке облигаций. Потому что в этой компании мы можем купить акции и мы можем, допустим, потерять, если сильно акции упадут, если, допустим, компания получит убытки и так далее. То есть риски очень высоки. На рынке госдолга американского тоже, конечно, риски есть, риски есть всегда, что, допустим, может быть дефолт, но несмотря на то, что вроде бы там много проблем, и дефицит платежного баланса, и торгового баланса, и дефицит государственного бюджета, и вообще огромный госдолг и так далее, и тому подобное. Вот сегодня данные вышли по ВПИ, да, это вроде бы за первую карту совсем хорошее, то есть тоже риски присутствуют, но эти риски вообще минимальны, по сравнению с тем, что любая компания, она, в принципе, может обанкротиться. Поэтому и как раз получается, что это своего рода безопасный актив, облигации, а любые акции, неважно какие, хоть большой корпорации, хоть маленькой, и они все равно получаются рисковые инструменты, соответственно, чем хуже компания, тем больше риск. И в этой связи получается, если у роя, у компании ниже, чем в двухлетке доходности, значит смысла туда вкладываться нет, потому что здесь присутствует риск, во-первых, высокий, и во-вторых, доходности ниже, поэтому зачем рисковать и получать небольшой доход, если можно вообще без риска практически. Есть такое выражение у инвесторов, припарковать кэш непосредственно в облигациях, и тем самым получать доход. То есть припарковать кэш, значит купить гособлигации. И здесь мы на текущем графике видим, что роя и фейсбук, то есть рентабельность собственного капитала, она в разы опережает доходность двухлеток, и только лишь вот в один год, в тот самый, когда компания провела IPO, в 2012 году показатель роя и оконей фейсбук был чуть выше, чем доходность двухлеток. Тогда доходность двухлеток в среднем по году была 0,25%, то есть четверть процента, а рентабельность собственного капитала у фейсбука была 0,45%, то есть разница такая небольшая. Но затем уже разница случилась такая кардинальная. Допустим, в 2013 году доходность двухлеток 0,38% и роя у фейсбук 9,7%. И вот в последнем году, за годовые данные, с которыми мы говорим, это 2015 год, рентабельность капитала у фейсбук 8,3%, а доходность двухлеток была чуть более 1%, то есть в 8 раз. Разница, соответственно, получается инвесторам интересной акции фейсбук, потому что рентабельность капитала здесь выше, чем двухлетки. Соответственно, для того, чтобы инвесторам акции компании фейсбук были неинтересны, здесь либо роя должна сильно упасть, либо, допустим, двухлетки, их доходности должны сильно вырасти. А доходность двухлеток тесно коррелирует со ставкой ФРС, соответственно, ФРС должен очень сильно ставки поднять. И вот вчера было состояние Федрезерва, ФРС ставки не поднял, ставка на том же самом уровне. И разговоры по-прежнему велись о том, что повышать-то будут, конечно, но будут с такой неспешкой, что ли, то есть торопиться особо не будут. И если посмотреть на данные по фейсбук, то здесь тоже получается, что роя сильно пока не упадет в ближайшее время. Поэтому здесь, получается, ситуация не изменится. Вот на первую половину, допустим, хотя бы 2016 года. Ну, а там уже необходимо будет дальше смотреть. Также необходимо отметить и следующий важный показатель. Это рентабельность чистой прибыли. Это соотношение чистой прибыли к выручке компании. Чем оно выше, тем, естественно, хорошо. Если оно маленькое, то это очень плохо. Обычно по Америке, в целом по рынку, по, допустим, тому же самому S&P 500, обычно смотрят на рентабельность 10%. То есть все, что выше 10% уже хорошо. Но на уровне 10%, там 10, 11, 9, вот, скажем так, 10 плюс-минус 1, 2, это уже среднее значение, то есть такое рыночное, среднерыночное. И, допустим, если там уже значение 1, 2, 3%, это, конечно, плохо. А если рентабельности вообще нет, то есть убытки у компании, то это, конечно, печально. И здесь получается еще выше рентабельность, тем также больше интереса у инвесторов к данным акциям. То есть тогда можно сделать вывод, что они будут вкладываться в акции данной компании. И здесь, если мы посмотрим на этот график, рентабельность части прибыли по компании Facebook, то, вот, допустим, в 2012 году, это вот левая часть графика, мы с вами наблюдаем, что рентабельность была такая достаточно небольшая, всего лишь 1%. Тогда мы говорили с вами, что выручка была чуть более 5 миллиардов, прибыль 58 миллионов долларов, то есть такие скромные показатели. И, соответственно, уже это было ниже среднерыночного, и, соответственно, здесь ничего такого выдающегося не было, получается, по компании Facebook. Ну вот, затем уже начались такие хорошие тенденции по данной компании. В 2013 году рентабельность 19%, в 2014 году 23,5% и вот в последнем 2015 году рентабельность 20,5%. То есть это очень хорошие цифры, выше среднерыночных, выше в 2 раза, соответственно, здесь и не приходится удивляться, почему же компания Facebook, вот с момента IPO, да, она выросла, получается, у нас в 3 раза практически, если вот смотреть по текущим котировкам. То есть здесь рост именно не дутый, а рост именно по сильному фундаменту. То есть компания, во-первых, работает, компания генерирует выручку, у компании есть чистая прибыль, чистая прибыль каждый год и, соответственно, это все действительно хорошо сказывается на акциях и акции всегда растут в том случае, когда растет чистая прибыль. И также необходимо еще поговорить еще об одном очень важном показателе, это долговая нагрузка компании, потому что бывает так, что, допустим, компания иногда может показывать хорошее значение, допустим, показывать высокую выручку, периодами может демонстрировать и хорошую прибыль, но при этом у нее высокая долговая нагрузка, соответственно, это все тоже фактор риска. То есть сейчас, допустим, в моменте мы можем увидеть хорошие цифры, но при том, что высокая долговая нагрузка, то здесь всегда есть риск, что в любой момент ситуация позитивная может измениться. И поэтому инвесторы, все большие крупные фонды, они всегда вот остерегаются компании, у которых большая долговая нагрузка, то есть они предпочитают компании, у которых прибыль растет, и при этом долг на таком относительно комфортном, консервативном уровне, либо даже он вообще снижается. И вот если посмотреть на компанию Facebook, как она у нас работает, то в 2012 году у компании было очень высокое соотношение долгосрочной задолженности к числе прибыли, это значение было на уровне 37,5, то есть при той прибыли, которая была в 2012 году, компании необходимо было 37,5 лет, чтобы расплатиться по своим долгам. То есть согласитесь, это много вообще для любой компании, и здесь комфортным считается уровень 5, то есть 5 лет, если соотношение долгосрочного долга к прибыли 5 лет, то это считается уровень комфортный, то есть никакой такой высокой долговой нагрузки у компании нет, все достаточно стабильно, и компания может расплатиться по своим долгам. Вот допустим, знаменитого инвестора Уоррен Баффет, то он использует еще более консервативный параметр, при данном показателе, вот долгосрочный долг прибыли, он использует значение 4, то есть чтобы долги превышали чисто прибыли, в 4 раза лучше, еще меньше. И вот если мы посмотрим на 2012 год, это левая часть тихущего графика, то конечно значение 37,5 это такое устрашающее, то есть это негативное, и здесь ни Баффет, ни другие, допустим, крупные фонды, они конечно бы это не оценили как положительный фактор, и безусловно заставило бы это все задуматься, о перспективах компаний Facebook. Но вот затем уже 13, 14 и 15 года указывают на то, что здесь все стабильно, и здесь значение меньше единицы, в 13 году 0,16, в 14 году 0,4, и в 15 году 0,3. То есть компании нужно получается меньше года, для того, чтобы расплатиться по своим долгам, даже не то, что меньше года, а даже получается меньше одного месяца, потому что если мы посмотрим на месяц, значит получается у нас 0,08, то есть грубо говоря, компании необходимо 2 недели генерировать чистую прибыль, чтобы расплатиться по своим долгам. Это вообще такой достаточно смешной показатель, 2 недели, это вообще по сути дела ни о чем, соответственно получается, можно сделать вывод, что у компании отсутствует такая угроза, то есть такой фактор риска, как высокая долговая нагрузка. Здесь для компании Facebook в этом плане все позитивно. Уважаемые коллеги, сделаем небольшую паузу, задавайте, пожалуйста, свои вопросы, кому что непонятно, по финансовым показателям компании Facebook, затем мы перейдем к второй части нашего бинара, рассмотрим, сравним компанию с конкурентами, также потом проанализируем отчет, который опубликован накануне, отчет за первый квартал 2016 года, и затем уже мы с вами составим прогноз, как нам можно будет заработать на акциях компании Facebook. Так, Facebook является самой популярной сетью, значит, его акции со временем будут только расти. Сергей, я благодарю за вопрос. Действительно, Facebook является популярной сетью, но не обязательно, что его акции будут расти обязательно всегда, да, со временем. Если у компании будут долги, вот, допустим, Twitter тоже у нас относится к социальным сетям, но у Twitter и долги растут, и прибыли вообще нет за последний год, то есть убытки, и акции компании Twitter очень сильно упали и продолжают падать. Поэтому здесь все это зависит от того, какие у нас будут уже данные. Если данные будут хорошие, то акции продолжат расти, если данные будут плохие, то и акции у нас будут, соответственно, падать. Как, по примеру, допустим, с компанией Twitter. Поэтому все будет зависеть только от того, какие данные к нам будут поступать. Старислав, да, все эти данные публикуются в отчетах. В годовых отчетах можно зайти на сайт самой компании Facebook, там есть раздел для инвесторов, и там публикуются все отчеты, и, соответственно, все эти цифры можно оттуда взять для себя и проанализировать. У каждой публичной компании есть раздел для инвесторов, и там публикуются вся информация по отчетам, по, допустим, пресс-конференциям руководства и так далее. Поэтому это можно информировать на сайте любой публичной компании. Facebook, допустим, Twitter и так далее. Если вопросов больше нет, мы тогда рассмотрим компанию Facebook с конкурентами. То есть, как у нас... Вот мы посмотрели, что, если резюмировать первую часть нашего анализа, что у компании Facebook с момента IPO очень хорошие данные. Конечно, 2012 год был такой стартовый год, там было мало чего хорошего, но затем уже начался рост, мощный рост выручки, прибыли, и долг упал очень сильно, поэтому все супер получается. Теперь посмотрим с конкурентами, как Facebook у нас на уровне конкурентов. И здесь начнем с коэффициента P&I, с отношения цены к прибыли. Значение достаточно такое высокое, 84,42, при среднем по отрасли 78,49, то есть это отношение текущей цены акции к текущей прибыли на акцию. То есть прибыль берется именно за последний год календарный, за 2015 год. И здесь получает значение очень высокое, если так вот, допустим, сравнивать с промышленными компаниями, потому что у многих компаний, допустим, P&I там 5, 10, 20. У Facebook значение 84 получается при текущем уровне прибыли, которое было в 2015 году, необходимо ждать 84 года, чтобы вернуть свои деньги, которые вы вложили. Согласитесь, это немало, не каждый из нас, допустим, доживет. Если, допустим, нам там 30-40 лет, и добавить 84 года, то я думаю, что никто из нас, наверное, не доживет до такого времени. Ну, и вроде бы это такой фактор тревожный, но с другой стороны, необходимо понимать, что для IT-компании, для них характерно высокие P&I, то есть у них у всех очень огромные такие коэффициенты P&I. Поэтому здесь получается, ну, Facebook еще не самое высокое значение, у компании CINA CINA значение 122,7, то есть еще выше уже за сотню, то есть необходимо вообще 122 года, чтобы вернуть свои вложения. И здесь получается, почему такое высокое значение, потому что компания демонстрирует хорошие показатели, и инвесторы активно покупают ее акции, и, соответственно, котировки разогнались вверх. То есть котировки очень высоко убежали. Если, допустим, сравнивать с Twitter, то значения у него нету по P&I и LinkedIn, то потому что эти компании завершили год с убытком. Поэтому здесь, скажем так, допустим, если сравнивать Twitter и Facebook, то лучше Facebook, несмотря на то, что даже у него огромное значение P&I, потому что у него есть прибыль. У Twitter нет вообще прибыли, и это очень плохо. Потом посмотрим второй показатель, это P&I к BV, это цена к балансовой стоимости, это цена к акционерному капиталу. То есть, если первый показатель это цена к чистой прибыли, то это уже цена к акционерному капиталу. Вот мы как раз и говорили с вами недавно про показатель рентабельности акционерного капитала, ROE. Вот как раз это и индикатор отношения цены к собственному капиталу. И здесь мы видим, что у Facebook значение также выше среднеотраслевого. Если среднее по отрасли значение 4,87, то у Facebook чуть более 7. И здесь они самые высокие значения у Facebook, у компании Match Group, допустим, значение 10,3. Но по двум этим показателям получается Facebook не совсем такая привлекательная компания. То есть, конечно, в идеале лучше было бы, чтобы оба показателя, и P&I, и P&BV, были ниже, чем среднеотраслевое. Тогда это вообще был бы очень хороший сигнал, такой позитивный. И тогда можно было бы говорить, что у компании есть сильный потенциал для роста котировок. Поскольку компания уже очень сильно выросла, то здесь можно говорить только лишь об ограниченном потенциале роста котировок, если будут хорошие данные. Поэтому здесь по двум этим параметрам мы не можем сделать вывод о том, что можно ожидать такой сильный рост котировок, потому что компания уже торгуется на очень высоких уровнях фундаментальных. Следующее значение – это Current Ratio. Это у нас показатели текущей ликвидности, то есть это отношение краткосрочных активов к краткосрочным займам. Это своего рода анализ ликвидности компании. Чем выше данное значение, тем получается более хорошо работает компания, то есть у нее не возникнет проблем при погашении краткосрочных кредитов и займов. И здесь у Facebook значение очень высокое – 1,25. Вообще в целом принято считать, что любое значение выше 2 – это позитивно. Это очень хороший индикатор. У Facebook значение то, что выше 2, выше даже десятки, соответственно это крайне позитивно. И здесь в целом практически у всех компаний хороший показатель. И среднее по отрасли 5,15. И у Facebook значение в два раза выше, чем с ретрослевой, и это крайне позитивно. Следующая графа анализа – это уже дивидендная доходность. И здесь необходимо отметить, что никто из компаний представленных дивиденды не платит вообще. Не балуют инвесторов и акционеров дивидендами данные компании, смотря на то, что и прибыль показывают. Допустим, тот же самый Facebook – хорошую прибыль. Она выросла в 69 раз за 3 года, но дивидендов не дождетесь, так скажем. Вот Facebook – это, конечно, плохо. Это плохо в первую очередь для финансовых институтов, допустим, для таких компаний, как, допустим, хедж-фонды, страховые компании, которые активные игроки на рынке акций, для инвестбанков и так далее, потому что все они смотрят на дивиденды, все они любят дивиденды. И если компания дивиденды не платит, стоит, конечно, не совсем хорошо. Вот если бы, допустим, платили бы дивиденды, пускай и небольшие, это был бы еще больше позитив, то есть котировки бы еще подросли на этом фоне. Поэтому, конечно, хотелось бы, чтобы Facebook все-таки стал платить дивиденды, тем самым это еще больше добавит стоимости для его акций. Следующее значение – это уже ROI, о котором мы говорили, рентабельность акционерного капитала. И здесь у нас значение у Facebook выше среднеотраслевого – 9,14%. Значение очень хорошее. И здесь необходимо отметить, что у нас чем выше ROI, соответственно, тем больше интерес к этим акциям может быть у инвесторов. И, соответственно, поскольку он выше среднеотраслевого, это очень хороший позитивный фактор. Допустим, посмотрим на тот же самый Twitter, у которого убытки, у него ROI отрицательная – минус 13,03%. Поэтому здесь вот Снеслав спрашивал в чате, не Снеслав, а Сергея, что мы, у них акции все время со временем расти, не обязательно, потому что если данные будут плохие, то котировки будут падать. Поэтому всегда необходимо хотя бы раз в квартал смотреть, что же нам компании предоставляют. То есть как только ситуация ухудшается, то здесь сразу же необходимо либо, допустим, подкорректировать свою позицию, либо вообще, допустим, покупки закрывать. Также, если мы посмотрим на рентабельность активов, это следующий показатель – ROI, то здесь у Facebook значение 8,25%. Это тоже очень хороший уровень. Выше среднеотраслевого, среднее по отрасли, значение чуть более 1%, соответственно, у Facebook почти 8 раз значение выше. Соответственно, это крайне позитивно. То есть компания хорошо работает, хорошо управляет своими активами, хорошо управляет средствами своих акционеров, и это все крайне позитивно. Соответственно, есть потенциал для роста котиров. И также посмотрим на еще один показатель – это Net Profit Margin, это рентабельность чистой прибыли, то есть соотношение чистой прибыли к выручке. Выручка у компании может быть огромная, допустим, компания может зарабатывать, иметь выручку 100 миллиардов в год долларов, но при этом чистая прибыль будет равна 1 миллиарду, соответственно, рентабельность чистой прибыли 1%. Хотя вроде бы гигантские такие цифры, там и выручка огромная, но тем не менее рентабельность очень низкая. У Facebook значение 2,57%, это, как мы уже говорили, в два раза выше, чем средний по рынку американскому, это очень хорошо. И среднее по отрасли, вот по отрасли социальные сети, это значение почти 1,5%, 1,49%, то есть такое достаточно скромное значение, и здесь получается, вот только лишь компания Match Group имеет значение чуть выше среднего по американскому рынку, 1,81%. Даже можно это, грубо говоря, определить на уровне среднего, 10 плюс-минус по проценту, по 2 в каждую сторону, поэтому только лишь Facebook имеет очень такие хорошие результаты. Все остальные либо негативные, либо умеренно позитивные, поэтому здесь Facebook хорошо выделяется на фоне своих конкурентов. И если мы посмотрим на все эти показатели, то получается по 4 значениям Facebook является лидером, и по 2 значениям у Facebook по коэффициенту PIN-AE и PIG-BV, у Facebook значения достаточно такие высокие, конечно, в идеале лучше было бы, чтобы значения были ниже среднего по отрасли, и тогда уже можно было бы однозначно говорить, что мы прям однозначно покупаем, и у компании Facebook есть потенциал для сильного роста котировок. Поэтому здесь присутствуют определенные такие риски, что сильного роста котировок мы можем и не увидеть, потому что компания торгуется на очень высоких мультипликаторах. PIN-AE и PIG-BV называют мультипликаторами цены к прибыли, числятся на балансовой стоимости. Уважаемые коллеги, задавайте, пожалуйста, свои вопросы. Кому что непонятно, вот по текущей табличке спрашивайте, и затем мы уже посмотрим на отчет компании за первый квартал 2016 года, проанализируем его также, и затем уже мы обратимся к нашему торговому терминалу Меттрейдер 4, посмотрим непосредственно на график, и все это в итоге суммируем, метальные показатели, технические, и, скажем так, ставим прогноз, как же нам можно будет заработать на акциях компании Facebook вот в ближайшей перспективе. Так, а если все понятно, тогда замечательно, значит, смог я давать информацию, раз все понятно, это очень хорошо, и тогда мы переходим к отчету за первый квартал, и начнем с показателей выручки и прибыли, и вот здесь приношу свои небольшие извинения, или большие извинения, здесь допустил опечатку, и перепутал местами значение выручки чистой прибыли, поэтому здесь их надо местами поменять цифры, когда уже сделал всю презентацию, уже только вот сейчас, сам по сей моменту увидел, и уже ничего нельзя было исправить, поэтому приношу свои извинения, что вот допустил такую опечатку, без оплошностей не получилось, подготовите, и здесь вот у нас выручка, значит, это 0,51 и 1,5 миллиарда, это прибыль, а где у нас чистая прибыль, цифра, это как раз выручка, поэтому выручка у нас в первом квартале 2015 года была на уровне 3,5 миллиарда, чуть более, и по итогам первого квартала 2016 года она выросла до уровня 5,38 миллиарда долларов, то есть выручка выросла почти на 52%, чистая прибыль выросла еще больше, с полумиллиарда до полутора миллиардов, то есть она выросла в 3 раза, и практически изменение составило 196%, то есть это очень хорошие результаты, то есть мы с вами смотрели на графики за период с 2012 по 2015 год, и здесь мы с вами увидели очень хороший рост выручки чистой прибыли, и прибыль продолжает расти, квартал к кварталу, то есть первый квартал 2015 к первому квартал 2016, очень сильные изменения, поэтому этот фактор, безусловно, позитивный для акции, то есть все на это будут смотреть обязательно, все инвесторы, от малого до великого. Также необходимо отметить, что не просто выросла выручка и чистая прибыль, но также увеличилось число активных пользователей, то есть именно тех пользователей, которые активно пользуются, не так вот, допустим, раз в год там зашли, а именно кто часто пользуется сетью Facebook, и их число также увеличилось на 14,5%, и теперь по итогам первого квартала 2016 года число активных пользователей компании Facebook составляет 1,65 миллиарда человек. То есть перешагнули планку 1,5 миллиарда активных пользователей, это очень гигантская цифра, это, грубо говоря, 10 таких стран, как Россия, даже больше 10 стран, и выручка на пользователей также увеличилась, в первом квартале 2015 года она была на уровне 2,5 доллара на одного человека, то уже по итогам первого квартала 2016 года она составила 3,32 доллара на одного пользователя, и рост составил 32,8%. То есть отчет является позитивным, ключевые показатели как непосредственно по деятельности компании, это пользователи, выручка на пользователь, так и непосредственно по общей выручке чистой прибыли, они все хорошие, особенно чистая прибыль очень сильно выросла, и здесь получается, мы имеем очень хороший тренд, как среднесрочный, так и краткосрочный, тренд очень сильный и позитивный. Единственное, что негативно, это то, что у нас по коэффициентам цена-прибыль, цена-балансовая стоимость компания очень дорого торгует, соответственно, здесь получается, нельзя говорить о том, что у нас будет сильный такой рост котировок. Можно говорить о том, что рост котировок может быть, и он может быть таким умеренным, то есть там в пределах, допустим, 3-4%. И теперь посмотрим на график в нашем терминале Меттрейдер 4. Сейчас включим трансляцию рабочего стола и посмотрим, что же у нас там на графике. Уважаемые коллеги, напишите, пожалуйста, в чат, видно или нет трансляцию рабочего стола. У вас должен появиться график компании Facebook, дневные свечи. Если видно, поставьте, пожалуйста, плюсы, и если у нас все хорошо, тогда мы посмотрим, что же у нас на графике происходит. Так, не видно. Бывает просто с небольшими задержками загружается трансляция. Тогда предлагаю еще немножко подождать, секунд 10, может она все-таки запустится у нас, потому что проверял я перед вебинаром, все работало. Так, по-прежнему не видно. Уважаемые коллеги, напишите в чат, пожалуйста, если видно, поставьте, пожалуйста, плюсы, если не видно трансляцию с экрана, поставьте, пожалуйста, минусы. Если не показывает, тогда уже поговорим без графика, что же нам здесь можно делать с компанией Facebook. Так, не видно. Уважаемые коллеги, приношу извинения за небольшие технические трудности. Не смогла у нас запустить срасляция экрана. Тогда мы с вами вернемся к нашей презентации и поговорим о графике. Сейчас цена акции компании Facebook 119 долларов и 17 центов. Вчера цена закрытия была 108 долларов и 89 центов, то есть день открыли мы с гэпа сегодня, и гэп очень сильный, гэп вверх, более 9 процентов. Почему гэп возник? Потому что сильные данные были, и на этих сильных данных рынок пошел вверх. То есть данные очень хорошие, прибыль выросла, выручка выросла, что-то поискали выросла. И плюс мы с вами смотрели, что в целом тренд позитивный, поэтому все активно побежали покупать, и в итоге рынок открыли с гэпом, причем с очень сильным гэпом. На мой взгляд, тенденция к росту еще может сохраниться, и мы можем увидеть продолжение роста котировок, но после небольшого отката. Сейчас бы я не спешил однозначно прямо открывать позиции на покупку. Я думаю, что будет еще небольшой откат, то есть откат с котировки вниз, потому что сейчас, вот сегодня в первые часы американской торговой сессии на американском рынке акций. Здесь Facebook открылся с гэпом, во-первых, а во-вторых, акции торгуются на историческом максимуме, соответственно, здесь у некоторых игроков может возникнуть желание пофиксировать часть прибыли, и, соответственно, здесь можем увидеть откат. И вот предыдущий у нас сильный такой экстремум был на уровне 117 долларов и 57 центов. Это у нас предыдущий исторический максимум, который был в январе текущего года. И, на мой взгляд, вот где-то в этой области можно уже будет акции подбирать, поэтому я бы рекомендовал следующие позиции по компании Facebook. Открывать позиции на покупку на отметках 118.00 и 117.00. То есть, вот у нас есть уровень 117.57, и мы, получается, округляем на полдоллара в обе стороны и там входим. То есть, либо немного не дойдет до этого уровня, либо может сделать прокол данного уровня, то есть, так называемый пробой ложный, и после этого вернуться. Поэтому вот берем этот уровень 117.57 долларов за акцию и по полдоллара в обе стороны округляем и получаем 118.00. Первый байлимит можно установить и второй байлимит 117.00. И закрывать позиции я бы рекомендовал на отметках 121.00 и 123.00. То есть, такой небольшой потенциал для роста котировок. Почему? Я уже сказал, потому что компания торгуется на высоких мультипликаторах, соответственно, трудно ожидать, что у нас будет сильный такой мощный рост котировок. Но поскольку факторы все позитивные, то роста котировок можно ожидать, и, соответственно, на небольших откатах мы входим и рассчитываем на то, что будет рост котировок у нас продолжаться. Также необходимо отметить, что на мой личный взгляд такие позиции необходимо удерживать в течение буквально двух оставшихся дней. Это в пятницу, завтра у нас 29 апреля и также в понедельник 2 мая. И вот в понедельник 2 мая вечером я бы рекомендовал все позиции уже закрыть. Если, допустим, у нас позиция открыта по 118, цена 119, до цели не дошли, то все равно позицию лучше закрыть, потому что это такой краткосрочный прогноз на ближайшие вот несколько дней. Уважаемые коллеги, задавайте, пожалуйста, свои вопросы, и я на них с удовольствием отвечу. У нас есть еще немного времени, и я с удовольствием отвечу на ваши вопросы. Так, можем перекрыть. Роман, обладаю за вопрос. Конечно же, можем, но на мой взгляд, не сейчас, в ближайшее время, а чуть позже. То есть, я думаю, что Г будет закрыт как раз именно после 2 мая. Ближе где-то к 6 мая, я думаю, что у нас начнутся распродажи на американском рынке. Это вот у нас будет 6 мая данные по рынку труда. Я думаю, что данные будут хорошие. Доллар начнет расти на ожиданиях того, что ФРС может ставки там повысить летом. Такие разговоры опять пойдут. Это, конечно, все разговоры. ФРС может ничего не повысить, но рынок живет разговорами, что поделать, так устроены финансовые рынки, хотим мы этого или нет. Вот на этих разговорах я думаю, начнут закрывать свои ланги, и как раз ГЭП мы закроем. Поэтому я и говорю, что краткосрочные еще вверх в течение двух дней с небольшим, затем уже все лучше закрыть. И где-то с конца недели, следующей недели, с 6 мая уже можно присматриваться к продажам. Как раз, я думаю, где-то с 6 мая начиная мы пойдем закрывать именно ГЭП. Станислав, что касается тем следующего вебинара, то в мае месяце, а именно это у нас будет четверг, 12 мая, мы проведем вебинар по акциям компании Банка ВТБ, уже рассмотрим российскую компанию, то вот мы все в апреле про американские компании говорили, в начале месяца был банк JP Morgan, сейчас вот Facebook, и немножко, скажем так, разбавим наши вебинары, разбавим российскими компаниями, и как раз 12 мая по Банку ВТБ, почему Банк ВТБ, я выбрал, потому что 16 мая в понедельник будет отчет Банка ВТБ, а мы проведем наш вебинар накануне, получается до отчета 12 мая, и соответственно мы рассмотрим все ключевые параметры по Банку ВТБ, и составим прогноз, как же нам можно будет заработать, то есть составим прогноз, что нам можно ожидать от отчета компании 16 мая, и соответственно как на этом можно будет заработать, вот такой вебинар мы проведем 12 мая в 17 часов ровно по московскому времени. Уважаемые коллеги, если вопросов нет, благодарю всех за внимание, желаю всем успешной торговли на акциях Facebook, я надеюсь наши прогнозы реализуются, предыдущий прогноз у нас реализовался положительно, JP Morgan вырос, банк его акций на хорошем отчете и в целом был хороший тренд и сейчас по Facebook та же самая тенденция, хороший тренд, хороший отчет и я думаю, что Facebook нас не подведет и как на акциях банка JP Morgan прогноз закроется положительно. И уже в мае 12 числа мы составим новый прогноз уже по российской компании, это банк ВТБ, заранее приглашаю всех принять участие в этом вебинаре, будет также очень интересно. Еще раз благодарю всех за внимание, всем успехов, до новых встреч.